Но, возможно, эти люди будут не знакомы с пророческим служением. И поэтому нам нужно создать атмосферу комфорта для этих людей. Вы должны представиться, спросить имя человека, которому вы служите. Можно не лишним будет спросить, или эти люди когда-либо проходили подобное служение, когда-либо им служили пророческим даром. Вы можете сказать, что мы не считаем себя прямо там великими пророками, но мы считаем, что мы все можем слышать от Господа. И надеемся, что Господь нам откроет что-то, что будет вас назидать. Кто-то это записывает, кроме кого-то? И лидер будет, или вообще ответственный за это служение, будет начинать весь процесс с молитвы и будет вести ее. Также перед служением этот человек может сказать, что давайте сейчас остановимся и послушаем, что Бог говорит нам. Очень хорошо, если каждый член команды имеет блокнот, или неважно, чем вы там сегодня пользуетесь, для того, чтобы делать записи. И после паузы лидер, или вообще ответственное за служение, может спросить, есть ли у кого-то какое-то слово. И в малых группах, вот этих вот группах служителей, если один говорит, то остальные молчат. Если там три человека, то один говорит, двое молчат. И не расстраивайтесь, если человек, который говорит, говорит то же самое, что пришло вам. Последнее, чего мы хотим, это чтобы члены группы ругались между собой. Это было мое слово, нет, мое. Я первый его услышал. Это все испортит. И потом лидер этой небольшой группы может задать тот же самый вопрос другим членам, есть ли слово у них. После того, как все поделились, лидер группы может подвести итог всего услышанного. Когда мы служим верующим, то мы можем использовать наш религиозный жаргон. Но когда мы служим на улице, то мы должны понимать, что неверующие не знакомы с нашим христианским языком. Например, мы выйдем на улицу и скажем, дорогой брат, сейчас помазание снизу идет на тебя. Свалится с неба. И мы уже привыкли к этому нашему языку, но эти люди совершенно не знакомы с ним. Они даже могут не знать, что значит пророческое слово. Поэтому лучше неверующим говорить, что у нас есть для вас ободрение или просто радостное слово. И вместо того, чтобы прямо говорить, что, слушайте, по-моему, вы идете в ад, лучше сказать, что вы идете не той дорогой. И часто, например, когда мы служим неверующим, то мы сталкиваемся с тем, что к ним часто приходят разные сны, в которых они видят, как они идут в ад. И мы объясняем, что они идут не той дорогой в жизни. Потом можно предложить людям, которым мы служим, задать вопрос, если они у них есть. И после заданного вопроса постарайтесь ответить как можно короче и яснее. Если они возмущаются и пытаются с вами вступать в какие-то дебаты или споры на тему христианства или еще каких-либо вопросов, то объясните им, что не для этого вы собраны сейчас. И мы не должны так же ссориться внутри команды, даже если есть несогласие. Если лидер видит, что член группы уже слишком долго или много говорит, то он может аккуратно коснуться его плеча, что будет означать, что пора ему остановиться. Он думал, что мы не любим много разговаривать. Если лидер группы замечает, что член группы просто сказал что-то неправильное, то тоже стоит аккуратно коснуться его плеча и остановить. Не надо сразу моментально при этом решать эту проблему, лучше потом отдельно поговорить с вашим членом группы. И может быть стоит даже разобрать этот вопрос с ответственным за все служение. Итак, помните, что цель этого служения – высвободить те слова, которые Господь хочет сказать этим людям. И если мы служим на улице, то наша целью является привести людей к кишу. И это может случиться только тогда, когда эти люди позитивно реагируют на то, что вы говорите. На улице мы используем пророческое слово, чтобы доказать этим людям, что Бог знает их и хочет им помочь в их жизни. Это должно заинтересовать этих людей и возбудить желание понять больше. Но если люди не реагируют в какой-то момент на то, что вы делаете, то скорее всего стоит просто отпустить этих людей. Не надо бить их по голове, чтобы они пришли к кишу. Оставьте просто открытую дверь для того, чтобы потом у них появилась возможность принять служение. Нам нужно быть чувствительными в Духе и смотреть, как люди реагируют. И в этом мы также должны учиться, как доверять Духу Святому. Если вы знаете, что Господь вас применяет, то позвольте Ему нести через вас свет и ободрение для этих людей. То есть, это хорошо для того, чтобы получить какую-то форму, что было прописано, что было прописано. В старых временах мы использовали маленькие кассеты, которые были устойчивые, да? Да. Даже для нас. Спасибо большое. Спасибо большое. Ты имеешь в виду на школе, а не на улице? Особенно, когда вы служите в помещении и вы что-то кому-то пророчествуете, то неплохо также записывать эти пророчества и очень хорошо, если это можно делать на различные носители, то есть не просто от руки записывать, а буквально делать записи пророчеств. Ну, на диктофон, на плеер, на что-нибудь, как, да, то есть вы можете сделать запись и потом отправить это по почте, как угодно. Дресс? Не забывайте одеваться подобающим образом. Например, если в собрании ожидается, что вы должны каким-то образом выглядеть, то постарайтесь выглядеть именно так, как от вас ожидается. А когда вы выходите на улицу, вам не обязательно одевать костюм-тройку, брать огромную Библию с собой и ходить евангелизировать. Женщинам не обязательно крутить дульки. Нужно выглядеть нормально, чтобы люди от нас не терялись. Также не забывайте, что это не консультирование, а это служение тем, что Бог нам открывает, не больше. И если вы служите уже продолжительное время как команда, то будут времена, когда действительно, может быть, всем или некоторым членам группы будет приходить одно и то же слово. Будет также время, когда у вас будет слово, и у ваших членов группы будет как вторая часть этого слова. Это также будет созидать веру людей, которым вы служите, потому что человек увидит, что вам пришло одно слово, вашему помощнику другое слово, и все оно сочетается вместе. И когда мы общаемся с человеком, когда мы служим ему, то не лишним является улыбаться иногда и говорить нормальным тоном. Можно носить с собой жвачку или еще что-либо, чтобы от вас было свежее дыхание, когда вы общаетесь с людьми. Если они упадут, то от Духа Святого они от вашего дыхания. Сахар, можно еще подкармливать их. И помните, мы используем наш природный голос, наш естественный. Будьте кем вы есть. И относитесь к ним как к ценным людям. Не обязательно говорить «так говорит Господь». Легче принимать, когда вы говорите «я чувствую, что Бог говорит вот это» или «я слышу, что вроде бы Господь говорит вот так». Удерживайтесь от того, чтобы пророчествовать о браке, смене работы, жилья или финансовой сферы, если об этом вообще нет речи. Если вы служите паре, то изначально определите, какие у них отношения. И служение может быстро закончиться, если вы говорите «я чувствую, что вы и ваш супруг, а это брат и сестра». Естественно, они сразу определяют, что вы никакой не пророк. Не забудьте быть в мире и спокойствии Святого Духа. Научитесь отдыхать в Духе Святом. И учитесь быть наполненными радостью. Пусть это будет весело. Если вы будете находиться в таком непринужденном состоянии, то и человек, которому вы служите, он не будет напряжен. Если вам не приходит слово, то и не говорите его. Не переживайте, не думайте, что я часть команды и поэтому должен обязательно сейчас сказать слово. Сколько у нас есть людей, которым часто приходят образы, которые видят пророческие картины, которым приходят. Иногда, когда вы будете делиться, может быть, для человека это будет что-то новое, и вы, например, понимаете, что означает эта картина, этот образ, поэтому поделитесь этим. Будут моменты, когда вы не будете понимать, что означает эта картина, поэтому поделитесь просто тем, что вы видите и задайте вопрос, имеет ли это смысл для человека, которому вы служите. Не забывайте, что вы учитесь на ошибках и не позволяете вашим ошибкам разочаровать вас. Знайте, что вы, возможно, ошибетесь. Будут моменты, когда, может быть, вы будете чувствовать, что вы недостаточно хорошо выполнили вашу работу. Но угадайте, что. Солнце все равно взойдет завтра. Вы не представляете, сколько раз я считал, что моя проповедь была самой худшей, чем когда-либо я рассказывал. Но на следующее воскресенье мне снова нужно было это делать. Такое случается. Не расстраивайтесь. Амэн? Есть вопросы по поводу служения в группах? Есть вопросы по поводу служения в группах? Так и происходит вроде бы. Человек, который истолковывает, он понимает каждое слово? Или не просто приходит за духом, и он сам может быть не за сон, или 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 не за сон? Ну, это вопрос по истолкованию. А он сейчас... Это тайна, как это происходит. Но мы верим, что Писание верно. И Писание говорит, что если есть пророчество на языках, то будет толкование. Я видел, как это происходит разными способами. Я видел, как было дано пророческое слово на языке, которого никто не знал в зале. Но был человек, у кого это был родной язык. То есть никто не имел толкования, но был человек, который просто знал этот язык как свой родной. Однажды у нас был там мальчик, и во время служения было высвобождено слово. Было слово на языках, и не забывайте, что есть различия между пророчеством на языках, словом на языках и молитвенным языком. И когда было высвобождено слово, я сказал, что я знаю, что Писание говорит, что должно быть толкование. И через некоторое время появился человек, который истолковал это. И там был мальчик в собрании, он спросил у своего папы, почему вот тот человек сказал вот это, а тот сказал то же самое, только на другом языке. Получается, что этот мальчик был единственный, кто услышал этот незнакомый язык, но на английском. А тот, кто дал толкование, он просто получил это толкование от Духа Святого. Разобрались? Как у него он уберет, что пророческая комната? У него в сердце такое было? То, что он бьет? Да. Как это? Он проповедует, а кто-то в этот момент пророчествует? Нет. Это отдельное служение. Отдельное служение. Там днем, например, целая конференция. И днем просто есть время, когда человек может один прийти и сесть в молитвенный такой круг, и они ему будут пророчествовать. Не забывайте, что Дух пророческий повинуется пророку. Это не значит, что Бог внезапно пришел, вложил в человека какой-то язык и просто выдал это. Господь сначала разговаривает с сердцем и духом пророка. И потом этот пророк, он делает выбор. Высвободить это слово, произнести его. И нам нужно верить, я думаю, что нам стоит верить, что то же самое касается слова на языках. Я понимаю, что языки являются более мистической сферой. Но нам нужно понимать также, что, как я думаю, язык, вот это вот послание на иных языках, оно также подчиняется человеку, который высвобождает это слово. Поэтому я это сказал для того, чтобы подвести нас к идее о том, что на улице лучше не высвобождать слово на языках. Потому что это может просто быть очень сомнительным для человека. Я думаю, что это очень много. Когда человек молится на иных языках сначала, а потом говорит. И очень часто это соответствует этому. То есть, допустим, один, кто молится на иных языках. И я так понимаю, в чем ты говоришь. И потом ты начинаешь молиться на русском языке, и ты говоришь на русском языке, то, что ты занимаешь. Несколько раз я такое делаю. Я смотрю на одну школу, где пророк говорит это. То есть, это не то, что там Вася сказал. Просто рядышком всегда кто-то может высвобождать, если кто-то не туда подошел. То есть, это единственное у нас в церкви. Оно в двух случаях. Но таким является сам человек. То есть, ты сказал, получил откровение. Помогился у человека на этом языке. А рядышком кто-то понимает, может еще таком. Как это правильно. И? Потому что это между девушками. Да. Ага. 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 Продолжение следует...